Я устал, Мэйв. Я прошел все симуляции, все возможные пути, все стратегии, а итог всегда один и тот же. Какой? Вымирание. Александр Виш. Личность. Книга первая. Душа на завтрак или неприятности приходят по пятницам. Данное издание является полным и включает в себя все три тома этой уникальной книги. В первом томе, который сейчас перед вами, раскрывается секрет настоящего источника всех наших проблем. Объясняется истинная причина, приведшая нас к такой непростой жизни. Вначале дается общая, фундаментальная информация о главных законах и принципах построения жизни на Земле. И если для многих это знакомо и понятно, то все, о чем пойдет речь далее, вас будет удивлять, увеличивая ваш интерес буквально с каждой новой прочитанной вами страницей. Вы узнаете, для чего на самом деле существуем мы, как мы устроены и в чем заключается наше настоящее предназначение. Узнаете о том, что произошло с нашим сознанием и что послужило этому причиной. А также о том, как произошедшее повлияло на нас и условия нашей жизни. Эта информация будет не похожа ни на что из прочитанного вами ранее. Затем будет предложен разбор некоторых ваших действий через призму того, что ждет каждого из нас в промежутке между воплощениями. В конце первого тома дается информация об ощущениях, которые мы испытываем, когда покидаем наше тело. И буквально пошаговая инструкция по поведению во время реинкарнации. А также о возможных ее вариантах. Предисловие Как будет выглядеть ваш рассказ о каком-то процессе, если вы не имеете точных данных о том, где находится его источник, его корень? В этом рассказе будет много вашего личного понимания. И поэтому почти со стопроцентной вероятностью он будет таким же неточным. Что расскажут потомкам те, кто слушал вас, а их потомки следующему поколению? Ответ очевиден. Все сказанное вами или даже написанное постепенно из-за неправильного понимания пересказа или ошибок при переводе превратится в сказку, в вымысел, в то, к чему не будет достаточно серьезного отношения. Нечто похожее произошло со всеми нами в вопросе нашего истинного предназначения, а именно Кто мы? Откуда мы? Зачем мы здесь? И почему жизнь такая сложная штука? Ответы на эти вопросы пытаются дать различные духовные практики и многочисленные источники эзотерического направления. Но почему-то жизнь на Земле при наличии таких знаний не меняется к лучшему. А значит стоит задуматься о том, что существует иная причина происходящих с нами неприятностей. Существует иной источник непростых условий нашей жизни. Мы заблудились в поисках ответов и поколение за поколением ходим по кругу. И при этом что-то упорно мешает нам выйти из него. Так и ходят по кругу. Спорят, доказывают. Изменяют мир! Не зная ничего, позволяют себе иметь мнение по любому вопросу. И каждый считает, что именно он знает, как нужно. Книга «Личность» раскрывает истинную причину того, что случилось с пространством, в котором мы живем. И почему на самом деле наша жизнь наполнена таким драматизмом, а не редко и откровенным негативом? В книге дается информация, которая ломает многие устоявшиеся и укрепившиеся в нашем сознании представления о смысле жизни. Например, какова настоящая цель нашего существования на Земле? Настоящие причины наших ссор и большинства болезней. Именно настоящие причины, а не те догадки, которые множатся словно грибы после дождя. Почему кто-то успешен, а кто-то как бы не старался, не может этого обрести? Существует ли на самом деле карма? Кто такие души умерших, духи и привидения? С кем действительно общаются медиумы? Что такое на самом деле параллельные миры? И почему невозможно попасть в прошлое? Как в действительности устроен этот механизм? И кто является незримым автором огромного количества информационной воды в эзотерической литературе? И зачем ему все это нужно? Управляет игрой незримый дирижер. Почему не осталось источников истины, знаний? Откуда мы и кто мы такие? Это и еще многое-многое другое после прочтения этой книги станет доступным вашему пониманию. А то, что вам было известно и ранее, предстанет перед вами совершенно по-другому. Совсем не так, как вы привыкли думать. Всему этому дается точное объяснение и наличие в книге множества примеров из нашей жизни. И то, что они полностью соответствуют предоставляемой в ней информации, не дает возможности быть истолкованным по-разному. Такое постоянное сравнение и поразительные совпадения не оставляют никаких сомнений в том, что так и есть, что именно таков смысл нашего существования. Книга личность – это книга откровения, книга предупреждения, книга ответов, книга истинных знаний, когда-то утерянных нами. Это знания, которые позволят вам полностью разобраться происходящим вокруг вас. Мы в ловушке, Тетти. Всю жизнь мы прожили в этом саду, восхищаясь его красотой, не понимая, что у нее есть цель, назначение. И назначение это – держать нас здесь. А теперь несколько слов о том, как читать эту книгу. Первое. Вам нужно быть готовыми к тому, что как только вы приступите к чтению, у вас начнется суета, кипучая деятельность. Одним словом, ваше внимание переключат с прочтения этой книги на решение важных дел или неожиданно возникших проблем. Вас постоянно что-то будет отвлекать, причем основания отложить книгу в сторону, будут казаться серьезными. Неудивительно, ведь в ней дана точная информация о настоящей причине, почему у вас возникают проблемы. А значит, кому-то или чему-то необходимо, чтобы они у вас были, и это что-то не захочет расставаться с вами. Причина проста. Получив информацию, узнав ответ на этот вопрос, вы научитесь не допускать появления проблем, даже на горизонте вашей жизни. Поэтому, несмотря на суету, расставьте приоритеты в пользу прочтения этой книги и начните получать знания, описанные в ней. Используя их на практике, вы вскоре будете удивлены результатом, ведь ваша жизнь буквально через несколько недель после прочтения начнет входить в спокойное русло, и проблемы постепенно перестанут вас одолевать. Совершенно изменится ваше отношение ко всему происходящему вокруг вас, и вы обретете настоящее спокойствие, у которого уже будет реальная основа, ваше знание о том, как все устроено на самом деле. В действительности все не так, как на самом деле. Второе. В книге нет пространных объяснений. В ней много конкретики, и все построено на постоянном сравнении с повседневной жизнью. Поэтому, вам необходимо внимательно вчитываться буквально в каждый абзац. Почему ты так много читаешь? Я должен внести свой вклад в прославление моего дома. Но как? Ну, у моего брата есть меч, у меня ум, а уму нужны книги, как мечу точильный камень. Поэтому я читаю так много, Джон Сноу. Третье. Обязательное условие. На протяжении всего периода чтения этой книги постоянно сравнивайте написанное в ней с тем, что происходит вокруг вас. Необходим постоянный анализ происходящего. Поэтому. Не стремитесь прочитать все сразу. Обилие точной информации перегреет вас. Выберите такой режим, чтобы у вас периодически было время переваривать прочитанное, проанализировать, сравнив написанное с тем, что вас окружает. С происходящими в вашей жизни событиями. Это сделает познание более интересным, более глубоким. Лабиринт – это вся жизнь человека. Его решения и его мечты. Мужчина в центре – легендарный человек, которого убивали снова и снова. Но он каждый раз возвращался к жизни. Вернувшись в последний раз, он в неустанной ярости одолел своих угнетателей. Построил дом, а вокруг дома лабиринт такой сложный, что только он знал дорогу. Наверное, он устал сражаться. Четвертое. Несмотря на то, что вся информация в книге подана в виде диалога, что придает ей легкости, эту книгу можно воспринимать как пособие, как руководство к жизни, к решению различных жизненных ситуаций. Лабиринт не для тебя. Пятое. Для лучшего понимания необходим иной режим чтения, не такой, к какому вы прибегаете, когда читаете художественную литературу. Поэтому, если вы хотите полностью восстановить свое сознание и наполнить себя духовной силой, быть хозяином своей жизни, автором своих успехов и навсегда избавиться от проблем, то вам необходимо будет прочитать эту книгу несколько раз в полном объеме три тома. И не просто прочитать, но еще и использовать на практике все те методы, что описаны в ней. Усвоение информации, изложенной в этой книге, должно осуществляться по следующей схеме. Прочитав первый том, сделав перерыв на осмысление, через месяц перечитайте его снова, добавив к нему второй том. Прочитав два тома, вернитесь через пару месяцев к началу и прочтите книгу уже полностью, все три тома. Когда вы будете перечитывать первый том, вас очень удивит ощущение, что вы совершенно по-иному воспринимаете написанное в нем. Причина этому содержание второго тома. А третий том порадует вас тем, что несмотря на глубинное понимание и серьезный подход, вы будете очень легко практиковать описанные в нем методы. Иными словами, вы будете понимать, что, зачем и почему вы это делаете, так как вы хорошо усвоили информацию первых двух томов. Кто помешает мне найти центр лабиринта? И что ты надеешься там найти? Шестое. В процессе чтения этой книги вы можете столкнуться с тем, что, возможно, вам не понравится, с тем, с чем вы не согласны или о чем у вас совершенно другое уже сложившееся мнение. Поэтому, если у вас возникнут сомнения, вопросы или несогласия с прочитанным, то, несмотря на это, продолжите чтение и вы обязательно дойдете до ответа на ваш вопрос до момента, который развеет ваши сомнения, а к концу прочтения книги вас оставит всякое желание спорить. Это он? Центр лабиринта? Он кончается там, где я не была. тем, чем я не стану. Седьмое. Если все же вы останетесь при своем мнении, то это ваше полное право, но, прочитав эту книгу, вы уже не сможете подпадать под разряд тех, кто имеется в виду в известных вам словах «Прости их, Господи, ибо не ведают, что творят». После прочтения вы будете информированы, вы будете ведать, что делаете. Поэтому, если вы не готовы взять на себя такую ответственность, то вам стоит закрыть эту книгу и положить на полку, возможно, до того момента, когда вы почувствуете себя готовым к этому. Сознание – это не путь вверх. Это путь внутрь. Не пирамида, а лабиринт. Каждый выбор может привести тебя ближе к центру или отправить по спирали вдоль границ к безумию. Теперь ты понимаешь, Долорес, что представляет собой центр. Мир прекрасен, а наше истинное единственное предназначение – получать удовольствие от самой жизни, от всего, что окружает нас. Мы – собиратели информации. Для этого мы здесь. Но есть то, что встало на пути нашего предназначения и не дает нам выполнить свою программу, чтобы затем не пустить нас домой. О том, что это, вы и узнаете, прочитав книгу «Личность». Первый том, который вы держите сейчас в своих руках. Просим выключить ваши мобильники и ваши мысли о важных делах. Мы начинаем. в твоих интересах рассказать все, что ты знаешь. Я много знаю. Долго рассказывать. А мне домой пора. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok